Вопросы, которые я сегодня буду затрагивать в научном плане Это, как вы сами понимаете, не лично моя заслуга, хоть Мира Ахмедовна и говорит, что я что-то много сделал, возможно, это действительно так. Но мы работаем в коллективе. И тот коллектив, который сегодня организует это мероприятие, это особенный коллектив. Способный воспринимать новое, трансформировать старое и превращать это историческое, иногда неказистое, в нечто современное, изящное, достойное, с прекрасными клиническими результатами. И в таких случаях очень просто сделать то, что нужно для наших пациентов, даже если это иногда трудно, даже если это не входит в клинические рекомендации. Но об этом мы будем говорить позже. Вот тут далеко не все люди, материалы которых сегодня будут использованы. Уже больше ста лет начиналось примерно с такого безобразия. Как только появился жидкий азот, как только появился жидкий воздух, первое, что сделали врачи, еще ничего не зная, не понимая, они начали использовать эту энергию жидкости, жидкого азота с температурой порядка почти 200 градусов для того, чтобы разрушать поверхностные опухоли. Результаты были настолько интересными, что метод стал распространяться и везде, где появлялась возможность доступа к жидкому азоту или жидкому воздуху, стали использовать эту методику. И в России с 96-го года уже на совещаниях на обществе дерматологов делались доклады о том, как это интересно. А в 32-м году вышла первая книга, где рассматривались основы этой методики в том виде, во многом в том виде, в котором она и сейчас используется. В общем-то, казалось бы, у нас нет проблем. У нас есть хорошие результаты, у нас есть все для того, чтобы вылечить даже очень тяжелых пациентов, вот как этот 87 лет и через 3 года после этой процедуры. Казалось бы, ну что еще нужно? Но беда в том, что мы создаем себе проблемы, как только начинаем задавать вопросы. Что, зачем и почему? Казалось бы, все хорошо, но вот начинаем себя спрашивать. И начинаем с того, что пытаемся увидеть, а что же там происходит в тканях. И вот здесь, под фазоконтрастным микроскопом, эпидермальная карцинома, злобная опухоль. Мы ее охлаждаем, а она защищается. Вы видите, гиперосмолярный ободок создает вокруг себя. А кристаллики вокруг слабовато, они не могут это преодолеть. Охлаждаем до минус 40, минус 60 градусов. Охлаждаем медленно, потихонечку. И происходит прорыв. Образовались кристаллы. Но обратите внимание, вода-то вокруг тоже осталась. А это значит, что вряд ли мы полностью все это разрушили. И обратите внимание, кристаллы уходят, а контуры живой клетки на кристаллах остались. То есть все-таки клетки защитили себя от разрушения. Но мы попробуем второй раз воздействовать на эту структуру. Я показывал этот фильм нашим цитологам, которые большие доки в оценке клеточной структуры. Они посмотрели на это, сказали, ну и что, да в общем-то ничего там не изменилось. И только при электронной микроскопии удается увидеть, что там что-то все-таки происходит, что там что-то такое. Но в целом-то, как видите, ничего не изменилось. Ну, мало этого. Появляются молодые люди, которым что-то интересно. И вот они вокруг крии инструментов самых разных. Вот видите, там еще 2000-й год, начало этого этапа для российской, так скажем, методики новых технологий, когда появляется технология зондовая. Вот они разместили в этом блоке желатина массу термопар и сидят, регистрируют динамику температуры. Как это все происходит. Затем это они все тщательно анализируют, составляют изотермы и представляют интереснейший материал о том, как же все-таки изменяется температура в разных точках среды, при разных режимах, при разном числе криозондов, при различном их взаимном расположении. И все эти материалы поступают в Институт цитологии Академии наук, где серьезнейшая группа исследователей лабораторий клеточных культур начинает изучать свойства адгезии, свойства пролиферации раковых клеток, используют для этого разные режимы и получаются некоторые результаты. Давайте взглянем, а что же получается на самом деле, например, с музейной культурой раковых клеток. Значит, вверху, по вертикали, это процент живых клеток, по горизонтали время, температура минус 20 градусов. 30 минут держим температуру минус 20 градусов, практически ничего не изменяется. 30 градусов, держим 30 минут, клетки живы, они потом после оттаивания полностью восстанавливают свои свойства к адгезии и к пролиферации. И только при минус 40, через 30 минут охлаждения, ну, через 10 минут начинаются уже сдвиги, мы получаем какие-то деструктивные эффекты, когда можем сказать, что да, мы что-то изменили. Но посмотрите, до нуля-то мы все равно не дошли. Ну, хорошо, попробуем изменить условия охлаждения, попробуем медленно охлаждать. И действительно, если мы замедляем темпы охлаждения до 1 градуса в минуту, то через 50 минут у нас где-то погибает чуть ли не 70% клеток, а 30%, 30% клеток живы. И потом, ну кто же в операционной 50 минут будет выполнять только этап первого охлаждения? Вообще, сразу возникает масса вопросов. Вот понимаете, не было вопросов, не было данных, не было проблем. Стали изучать, и вот эти проблемы посыпались. В конце концов, приходят наши исследователи к такому выводу, что внутри ледяной сферы, да, действительно, есть зона, где происходит прямое повреждение. Ну, насколько прямое? Ну, не всех клеток. А вот остальная зона, которая там красной стрелочкой обозначена, это зона проблемная. Разрушить клетки так, как нам хотелось бы, в этой зоне мы не сможем. Ну, а что же нам делать и на что нам ориентироваться чисто практически? Стали мы подробно изучать эту зону, потому что там еще что-то можно разобрать, можно несколько раз охлаждать, можно, в конце концов, добиться какого-то эффекта. Ну, вы знаете, там эстматический шок, механическая кристаллизация процесса разрушения, разрывы, ледяные расколы и так далее. Мы можем добиться уничтожения, это не такая уж, в принципе, большая проблема, но вот там, где все это не сработает, что там. Опять же, институт цитологии нам очень помог. Они клетки кожи окрашивали разными кератинами. Разные кератинные по-разному окрашивают разные клетки. Стволовые клетки базальной структуры окрашиваются зеленым цветом. Дифференцированные клетки, это цитоскелеты, они окрашиваются красным цветом. И вот слева, два, две фотографии, исходно соотношение дифференцированных клеток, ну, явно в пользу зрелых элементов. Ярко-зеленых клеточек не так уж и много. Но через сутки после того, как мы охладили эту среду до минус 20 градусов, то есть сделали примерно ту температуру, которая в зоне частичного повреждения, мы видим, что резко возрастает число базальных клеток. Если бы мы говорили о косметических эффектах, то это замечательно. Значит, в этой зоне активная мощная пролиферация, гибель дифференцированных клеток и растет новая структура. Вы знаете, что ведь в конце, можно сказать так, прошлого века у нас в стране было зарегистрировано открытие, которое сделала московская группа исследователей Елена Николаевна Бархунова, Шафрана Владимир Васильевича, участвовали еще другие исследователи. Открытие касалось того, что после криодеструкции кожа восстанавливается не рубцом, а восстанавливается как кожа. То есть кератиноциты восстанавливаются. И они говорили тогда о органотипической регенерации. Сегодня мы можем немножечко поправить эту ситуацию. Восстановление кожи все-таки происходит неполное за счет отсутствия восстановления придатков кожи. Потовых желез, сальных желез волосяного покрова. Но все-таки кератиноциты создают кожу, именно кожу. В этом достоинство этого метода. И ужасный недостаток, если мы говорим об онкологии, это что же получается? Опухолевая ткань, она также состоит из клеток разной степени дифференцировки. И если температура минус 70 не убивает стволовые клетки, как показали гистологи, то при этой температуре опухолевые клетки, тоже весьма резистентные, они тоже останутся живы. И в этой зоне фактически неизбежно развитие рецидива. И что же наш ледяной шар? Совсем тупой, мягкий мячик, который ничего не может. И как же решать эти проблемы? Если клинически мы видим хороший результат, а научные основы говорят о том, что не может этого быть. Ну вот и получается какая-то проблема. Пусть эта проблема останется сейчас, в данный момент, нерешенной. Но нам же надо помогать нашим пациентам в рамках тех возможностей, которые у нас есть. И в рамках этих возможностей у нас есть небольшой набор кредострукторов, распылителей. В термосе нам всегда могут привезти жидкий азот вместе с жидким кислородом. Везде, где возят жидкий кислород, везде также легко привезут и жидкий азот. Было бы на то желание доктора. А уж термос-то всегда найдете. Для того, чтобы выполнять эту процедуру. Один из вариантов, тот самый первый, о котором мы говорили. Орошение. Очень просто. Струйку азота направляете на пораженный участок. Формируется ледяная сфера. Вы хорошо видите, как это происходит, как это формируется. И если вам нужно поработать широко, но не глубоко, пожалуй, этот метод вам подойдет. Ширина поражения будет большая, глубина небольшая. Если мы будем говорить о каких-то там чисто косметических вещах, это неплохо. Но если говорить об опухоли, которая уходит в глубину, инвазирует глубже лежащие ткани, обманчиво будет та картина, которую мы будем видеть. И казалось бы, мы заморозили, но в глубину-то охлаждение не прошло. Тут уж нельзя даже говорить о том, чтобы изотерма минус 40 там оказалась. Это проблемно. Когда перешли на аппликаторы, контактный способ передачи холода, не просто попыткой через кипение на поверхности, а прижимая плотно источник холода тканям, исключить вот этот эффект кипения, отскакивания жидкости от теплых растворов, оказалось, что да, мы можем добиться более глубокого охлаждения при меньшей площади поражения кожи. Уже хорошо. Но не всегда. А если опухоль оказывается глубоко, совсем глубоко, и до нее вот таким способом не добраться, ну, приходится дальше решать технические вопросы. Криозонды. Это то, что сейчас становится для клинической, онкологической криогеники основным методом лечения для стационаров, которые работают с рецидивными опухолями, со сложными локализациями. Но также прекрасно это может работать и на поверхностных тканях. Для того, чтобы реализовать это, есть отечественное оборудование. Это хорошие зонды, тонкие, изящные, мощные комплекты вспомогательных инструментов. Это все прошло, все этапы экспертизы и регистрации, это оборудование существует. Было бы лишь на то ваше желание использовать. Вот у нас в клинике проходила пациентка лечение с рецидивом базально-клеточного рака в области ушной раковины. На УЗИ видно, если вы приглядитесь, что здесь нижнечелюстной сустав вовлечен, разрушены его капсулы. Мы пытаемся спланировать ситуацию таким образом, чтобы ледяные шары, криозонды захватили опухоль. Но сами видите, насколько наши попытки, так скажем, скромны. Ну, что делать? Пытаемся решить ситуацию. И во время операции мы используем как аппликатор в той зоне, где нельзя достигнуть, так же и криозонды. Да, мы получаем эффект. Оптивизм особенно это не внушает по некоторым точкам, но все-таки мы добиваемся какой-то ремиссии. Чем этот метод отличается от других методов энергетического либо механического уничтожения опухоли? Ну, энергетический — это лазер, радиочастотный облатор, все, что связано с электропорацией, с большими воздействиями, с использованием волновой энергии. Здесь мы видим, даже во время хирургической операции, изящно работая скальпелем, мы не видим границы опухоли. Чувствуем, берем пошире, да. Но здесь мы видим, можем видеть опухоль, мы можем видеть край ледяного шара. Мы можем точно измерить температуру, разместив термопары. А наблюдая, контролируя, мы можем этим процессом управлять. И мы увидим результат будущий уже сейчас, а не через трое суток, как это после радиочастотной облации, когда мы видим уже сформировавшийся некроз. И вы знаете, когда вы будете видеть эти процедуры исполнения, кажется, что это настолько просто. Ну вот сидит летчик, держит колесико это разорванное перед собой штурвал, и самолет летит. Так же и здесь. Ну все настолько просто. Но что при этом происходит в голове выполняющего человека, как он себе представляет пространственно этот процесс, вы этого не видите. Поэтому нельзя сказать, что если вы захотите, вы сразу это сделаете. У нас не только существует школа, у нас существуют просто курсы повышения квалификации в нашем онкоцентре. И мы совершенно открыто принимаем специалистов из разных учреждений на рабочее прикомандирование. Секретов у нас никаких нет. Есть еще одна особенность. Она касается важного момента и еще важна тем, что мнение о том, что гистологическое исследование при выполнении креодеструкции невозможно, является ошибочным. Что мешает взять нам ткань до креодеструкции? Если мы этого не сделали, ничто не мешает нам взять ткань сразу после выполнения креодеструкции. Будет ли информация для морфолога достаточной и будет ли заключение достоверной, если вы взяли ткань после выполнения креодеструкции? Считается почему-то, что нет. Нельзя и креодеструкция несовместима с гистологическим исследованием. Но это неправильно. Самый простой пример, самой сложной ситуации возьмем. Специально изучали наши патоморфологи, выполняли иммуногистохимическое исследование опухоли. Интактный, после креодеструкции первого-второго цикла. Везде сохраняется не только гистологическая специфическая структура опухоли, но и ее антигенные свойства. И дальше, следующий шаг. Итак, гистология возможна, но сохранившаяся антигенная структура довитализированной опухоли, оставаясь в ткани пациента и какое-то время, сохраняя свои антигенные свойства в процессе резорбции, должна каким-то образом, казалось бы, влиять на иммунный статус. Но иммунитет — это очень сложное направление, и для его реализации нужна масса условий. Ну вот, с 2009 года институт криоиммунологии. Ричард Аблин занимается специально тем, что пытается вместо иммунодепрессии, характерной, допустим, для некоторых видах общей химиотерапии, использовать именно криотерапию. И термин «криотерапия» отличается от термина «криохирургия» тем, что мы не ставим перед собой задачу одним махом сразу решить локальную проблему или общую проблему. Мы выполняем процедуру либо в несколько этапов, когда это вынужденная необходимость, либо мы специально разделяем процессы криогенного воздействия и лечения этого пациента на несколько этапов. При наличии нескольких очагов или при наличии очага, который мы не можем разрушить по техническим или клиническим ситуациям одномоментно. И вот тогда наше отделение онкоиммунологии показало, что вот этот слайд я, видимо, пропустил, что иммуно-регуляторный индекс у пациентов после повторных криохирургических вмешательств существенно возрастает. Это доказано количественно. Но вот сказать и доказать опухольспецифичность, определить титр противоопухолевых антител у этого пациента против его же опухоли, это необычайно сложная технология. У нас этой технологии нет. Но это направление сейчас активно разрабатывают наши коллеги в Китае. У них это государственная программа, и они могут количественно определять титр опухольспецифических антител у пациентов после криогенного направления. Мы будем ждать решений с той стороны. Когда вы решаете практические вопросы и думаете, как специалист, владеющий криогенными технологиями, о том, какой именно способ надо использовать, во-первых, забудьте о том, что у вас есть что-то одно. У вас должно быть все. Вот если у вас есть все, если вы прекрасный хирург, у вас есть лучевая терапия, у вас есть фотодинамическая терапия, лазер, криогенная, ну все у вас есть. Вот тогда вы можете всерьез определять показания, противопоказания и выбирать то, что нужно. Когда и как нужно выбрать криогенный метод, это вопрос самый, может быть, клинически важный. Мы об этом будем говорить, и я оставляю эту тему для дальнейшего обсуждения. А дальше нужно принять правильное решение в техническом исполнении. Каким образом, начиная с того, как вы будете делать анестезию, как вы будете добиваться нужной адгезии, как вы обеспечите экспозицию, контроль и мониторинг, и как потом вы будете клинически сопровождать этого пациента в послеоперационном периоде. Я выхожу уже за рамки своего доклада и хочу сказать, что если вас это всерьез будет интересовать, совершенно доступная книга. Там описано все, что может быть интересно теоретически и практически, и писал ее коллектив интереснейших людей, математиков, физиков, техников, врачей, онкологов и консервантов, те, которые занимаются креоконсерванцией. То есть интересная книга. Мне она интересна. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.